Совсем немного осталось до искренней и трепетной даты 9 мая. В ее преддверии президент Республики Узбекистан подписал постановление о мерах по подготовке и проведению Дня памяти и почестей и указ о поощрении участников Второй мировой войны. Постановление президента Республики Узбекистан о мерах по подготовке и проведению Дня памяти и почестей. Вторая мировая война стала причиной гибели миллионов невинных людей, немыслимых потерь и бедствий В памяти человечества она осталась как одна из самых ужасных и кровопролитных боен на Земле Многонациональный народ Узбекистана проявил настоящую отвагу и самоотверженность Внес огромный вклад в дело победы над фашизмом В частности, около двух миллионов соотечественников приняли участие в сражениях Более 500 тысяч из них пали смертью храбрых Наряду с этим в годы войны наша республика превратилась в один из важных центров снабжения Который поставлял продукты питания, одежду, вооружение и другие средства, необходимые фронту В этот нелегкий период наши соотечественники приютили и окружили безмерной заботой свыше полутора миллиона стариков Женщин и младенцев, эвакуированных в Узбекистан с прифронтовых территорий Проявленные нашим народом мужество и стойкость, благородство, доброта и милосердие, а также высокая духовность Золотыми буквами вписаны в страницы истории, наполняют наши сердца глубоким чувством гордости Вдохновляют на воспитание наших детей в духе высокого патриотизма и преданности мужеству предков Поэтому почитание светлой памяти отважных соотечественников, которые в жестокой борьбе с захватническими и враждебными силами Показали несгибаемую волю и доблесть Отдали свои жизни ради сегодняшней мирной и благополучной жизни А также воздания почестей ветеранам воистину превратились в добрую традицию В целях широкого празднования в стране 9 мая всенародного праздника Дня памяти и почестей Увековечение памяти военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, внесших достойный вклад в победу над фашизмом во Второй мировой войне Погибших при исполнении служебного долга в годы независимости Уважение ко всем ветеранам Первое. Утвердить программу по подготовке и проведению мероприятий, посвященных всенародному празднику 9 мая, Дню памяти и почестей Далее программа, согласно приложению номер один Состав рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных всенародному празднику 9 мая, Дню памяти и почестей Далее рабочая группа, согласно приложению номер два Второе. Рабочей группе АРИПов Организовать проведение мероприятий, предусмотренных программой под девизами Немеркнущая память, бессмертие народа Внимание и забота, человеческий долг Реализовать соответствующие меры по ремонту и благоустройству домашних хозяйств и жилых помещений Одиноких и малобеспеченных участников Второй мировой войны Организовать посещение руководителями соответствующих министерств, ведомств, иных организаций воинских частей, мест проживания участников Второй мировой войны Ветеранов трудового фронта, членов семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов Погибших при исполнении служебного долга в годы независимости В целях оказания материальной и моральной помощи Наладить патронажную службу на постоянной основе в целях ухода, оказания медицинской и социальной помощи каждому участнику и инвалиду Второй мировой войны С закреплением на договорной основе работников, обладающих знаниями в сфере медицины Организовать бесплатное направление в санатории на территории Республики участников и инвалидов Второй мировой войны по их желанию Третье. Совету министров Республики Каракалпакстан, хакиметам областей и города Ташкента Совместно с соответствующими министерствами и ведомствами Разработать и реализовать комплекс мероприятий по подготовке и проведению праздника в областях, городах и районах Организовать в мемориальном комплексе Галабабога города Ташкента, парках Ватампарварляр областей И других определенных местах Демонстрацию военной техники, инсталляции композиций времен Второй мировой войны Включая мероприятия, связанные с исполнением песен и напевов военных лет И созданием других соответствующих условий Обеспечить оформление улиц и площадей плакатами и стендами, посвященными празднику Четвертое Определить, что расходы, связанные с праздничными мероприятиями, а также прибытием и убытием ветеранов Второй мировой войны и Трудового фронта Проживающих в разных регионах страны Железнодорожным и автомобильным транспортом для участия в основных церемониях, проводимых в городе Ташкенте Их размещением в гостиницах, питанием, организации мероприятий, культурного досуга При необходимости обеспечением соответствующей одеждой покрываются В Республике Каркалпакстан и областях за счет местных бюджетов и благотворительных пожертвований В городе Ташкенте за счет средств республиканского бюджета Республики Узбекистан и местного бюджета города Ташкента в равных долях Пятое Министерству обороны организовать в городе Ташкенте праздничный салют, посвященный Дню памяти и почестей 9 мая 2021 года в 21.00 Шестое Министерству внутренних дел и Национальной гвардии обеспечить общественный порядок и безопасность в местах проведения торжественных мероприятий 7.00 Все массовые мероприятия, связанные с празднованием Дня памяти и почести, провести в соответствии с рекомендациями специальной республиканской комиссии по подготовке программы мер по предупреждению завоза и распространения нового типа коронавируса в Республике Узбекистан 8.00 Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана, информационному агентству Дунья и другим средствам массовой информации широкое освещение процессов, связанных с подготовкой и проведением праздника 9.00 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев Указ Президента Республики Узбекистан о поощрении участников Второй мировой войны В связи с проведением в стране всенародного праздника 9 мая Дня памяти и почести Увековечения памяти погибших во Второй мировой войне Воздавая почести ветеранам, которые и сегодня, находясь в наших рядах, вносят вклад в повышение авторитета Родины и духовно-нравственное воспитание молодежи А также в целях материального поощрения участников и инвалидов войны в связи с празднованием 76-летия победы над фашизмом Первое. Установить единовременное денежное вознаграждение участникам и инвалидам Второй мировой войны в размере 12 миллионов суммов Второе. Расходы, связанные с реализацией настоящего указа, произвести за счет средств республиканского бюджета Республики Узбекистан Третье. Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Службе государственной безопасности, Министерству финансов, Министерству по поддержке Махали и семьи Обеспечить выплату указанного денежного вознаграждения участникам и инвалидам Второй мировой войны в торжественной обстановке Четвертое. Совету министров Республики Каракалпакстан, Хакимятам областей и города Ташкента, совместно с Министерством обороны Министерством внутренних дел, Министерством культуры, Министерством по поддержке Махали и семьи Республиканским центром духовности и просветительства и Союзом писателей Узбекистана С соблюдением карантинных правил провести специальные встречи и культурно-просветительские вечера, посвященные защитникам свободы и чести нашей Родины Пятое. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на премьер-министра Республики Узбекистан Арипова Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев